У нас есть возможность более детально обсудить эту серьезную проблему в нашей студии с гостем. Это Александр Валерьевич Козлов, начальник 2-го отдела УФСКЛ России по Московской области. Добрый вечер, Александр Валерьевич. Александр Валерьевич, вот ваш отдел обслуживает два района, Калининский и Солочногорский. Нам, конечно, интересно про наш район узнать. Каковы итоги за 9 месяцев вашей работы в нашем районе? За 9 месяцев 2015 года у нас возбуждено 55 уголовных дел. Из них привлечено 19 граждан за хранение наркотиков. 26 граждан привлечено за сбыт наркотических средств и веществ. Из них выявлено одно преступление групповое. Потом одно преступление у нас по легализации денежных средств выявлено. Это перечисление денег сбытчикам наркотиков. А те сбытчики, которые распространяли наркотики, получали через Яндекс.Деньги данные денежные средства. И после этого их реализовывали на свои нужды. Вывелена одна контрабанда. Это Республика Беларусь. По стероидам сбытчики заказывали в Беларуси сильнодействующие психотропные вещества. И им через почту России присылали данные посылки. И одно преступление выявлено среди несовершеннолетних, групповое. Да, значит, несовершеннолетние занимали избытом наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий несовершеннолетние были привлечены к уголовной ответственности. Но как вы оцениваете вот эти итоги в 55 преступлений? Много это мало? Это среднестабильная ситуация в нашем районе. Потому что по рейтингу и по анализу других районов и городов Московской области у нас ситуация хорошая. Но это, наверное, все-таки малая часть, да? Сколько вы задержали, вот 55 преступлений. Остальное это скрыто? Большая часть айсберга, так сказать, она? Ну, параллельно с нами работают сотрудники полиции УМВД Клинского района. В принципе, у них тоже есть результаты, есть изъятия хорошие. И вот по взаимодействию с ними мы проводим эту работу. А насколько вот от жителей часто поступают звонки с какими-то обращениями, с просьбами? Благодаря средствам массовой информации у нас получено за 9 месяцев 60 сообщений. Из них 8 сообщений нашли свое подтверждение. По этим сообщениям возбуждены уголовные дела. Данные люди находятся сейчас, ну, арестованы. И по вот этим обращениям 26 человек у нас поставили на оперативный учет. Это что значит? Значит, мы дальше проводим по ним работу. В ближайшее время, естественно, будут они изобличены в преступной деятельности. Но есть же у нас такие районы, наверное, в городе, да, которые требуют особого внимания. Может быть, вот их как-то там почаще прочесывать или у вас какие-то там... Проводим постоянно рейды, проводим комплексы оперативных мероприятий на выявление наркоманов. Большое, конечно, спасибо общественности, которые приходят к нам граждане, сообщают анонимно. И в дальнейшем проводим работу, потому что это не час, не два, это месяцы. Это два месяца работаем, потому что, чтобы не спугнуть, как говорится, хорошую рыбу. За 9 месяцев, значит, 15-го года мы изъяли 16 килограмм наркотических средств. Это в основном героин, марихуана, кокаин, метадон, амфетамин, GVH. GVH – это в простом названии спайса. То есть вот большое количество наркотиков, изъято в Клинском районе, по сравнению с 2014 годом, мы превысили в 4 раза. А вот если такой портрет наркомана обрисовать, то есть какой-то возраст средний? Средние статистические возраства у нас 25-40 лет. В основном это мужчины, наверное, да? Мужчины, да. Естественно, нигде не работающие или, в общем-то... В основном, да, которые нигде не работают у нас. Вот у нас еще есть видео двух задержаний, которое прошло буквально у вас недавно. Давайте посмотрим, у нас есть видео. Вот прокомментируйте, пожалуйста, где это, что это? Это город Клин. Гражданин, значит, проводится проверочная закупка. Вот мы видим, как проводится сбыт наркотиков. То есть это грибы, которые по результатам исследований являются сильнодействующим веществом. То есть вы вот задержали вот человек, который слева, да, он является, в общем-то... Да, наш человек является закупщиком. Угу, справа. И как, что пояснил задержанный? Как давно он этим, может быть, занимается? Ну, занимается уже в течение четырех месяцев, так как уволился с работы, денежных средств нету. Но из-за этого приходится заниматься незаконным оборотом наркотиков, чтобы поддержать себя в жизни. Ну, ему теперь придется, наверное, в общем-то, долгое время провести, да, к чему он привлечен? Какой ответственности? За сбыт наркотических средств, ну, срок будет, я думаю, серьезный. Ну, вот чаще всего вы говорите, уволился с работы. Как объясняют вот эти вот наркоманы свое такое, в общем-то, занятие, свое увлечение? Не проводили с ними беседы, может, какой-то анализ? Нет, проводится постоянная работа, скажем, наркоманом. В основном, конечно, увольняется с работы то, что молодежь работать, как правило, не хотят. И хотят, как у нас говорят, то, что халявных денег. Ну, находят же они вот где-то и поставщиков, да, и какие-то пути лазейки. Да, выходят через интернет, выходят через других знакомых, друзей, где поднимают закладки. Как бы и по этой цепочке все это опять происходит, как бы, ну, денежные средства тебе присвоить за сбыт наркотиков. Угу. У нас есть еще второе видео, давайте его посмотрим. Это тоже было совсем недавно, правильно? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Тоже это вот ваш человек, да? Благодаря, опять же, обращению граждан, то, что проходит сбыт наркотиков в одной из квартир, мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили двух пожилых женщин, одной 50 лет, другой 60 лет. Проводя дальнейшую работу, установили, что данные женщины сбывают наркотики нашим жителям, то есть наркоманам. Вот. И при дальнейших мероприятиях были проведены проверочные закупки, после чего проведены обыска по уголовным делам, и данные, значит, женщины были задержаны. Это вот это вот, да, две женщины? Да. У женщин были и сейчас есть сыновья, которые тоже употребляют наркотики, и при беседе им пришлось заниматься сбытом наркотиков, а также поддерживать их в наркозависимой ситуации. То есть, в общем-то, вынудила, да, в общем-то, ситуация так. И что с этими женщинами сейчас? Женщины задержаны, дают сейчас признательные показания, статья, которая предусмотрена за сбыт наркотиков до 15 лет, как правило. Хотя особо тяжкое преступление. Ну, вот, все-таки, Александр Валерьевич, призываете наших клинчан, да, к тому, чтобы звонили, если видят, если знают, то звонить вам можно на горячую линию, напомните, пожалуйста, номер телефона. Хочу поблагодарить жителей Клина, Клинского района, кто к нам обратился. Не думайте, то, что каждая информация, которую вы нам дали, она вся проверяется, потому что быстро все это не может происходить. Все равно рано не поздно наши наркоманы и избыточники будут задержаны, будут привлечены к уголовной ответственности. Звоните на наш номер доверия 582-21. Круглосуточно работает? Круглосуточно, да, работает наш телефон. Фамилии можете называть, мы все записываем. Что обязательно нужно указать? Каждую информацию мы отрабатываем. Обязательно, то есть это адрес и что? В основном адрес, где происходит сбыть наркотиков, где наркоманы находятся, скопление наркоманов, где употребляют, какие машины. Обращайтесь к нам, мы будем каждую информацию просто обрабатывать. Спасибо большое. Спасибо, Александр Владимирович, что пришли сегодня к нам в студию, обсудили такую непростую тему. Спасибо.